Вот уже более 20 лет в России 1 октября отмечается День пожилого человека. Это день, когда каждый из нас может выразить свою любовь, заботу, поддержку и уважение людям, так много сделавшим для страны. Изначально праздник и был задуман с целью донести до общества и власти современные проблемы людей преклонного возраста. Сегодня в нашем городе делается много, чтобы пенсионеры жили полной жизнью, чтобы была возможность реализовывать свои творческие и другие возможности. В видном для Героев праздника был устроен торжественный вечер с поздравлениями, пожеланиями и концертом любимых артистов. От имени главы района Героев праздника поздравила заместитель главы Надежда Дюмкина, справедливо переименовав этот день в День людей уважительного возраста. Социальная политика в районе в отношении граждан пенсионного возраста сохранена, несмотря на достаточно трудное финансовое положение, рассказала Надежда Ибрагимовна. В районе действуют две программы – это социальная поддержка граждан и доступная среда. То, что мы делаем в нашем районе, показывает, что отношение к людям старшего поколения должно быть самое уважительное, потому что они прошли тяжелые годы, годы Великой Отечественной войны. Сегодня хотелось бы сказать, чтобы не только власть поддерживала людей старшего поколения, но родные и близкие, родные дети, внуки, соседи с добром и с теплом относились к этим людям. Удивительно, но многим сидящим в зале уже далеко за… нет, даже не за 60, за 80. Но разве дашь им с искрами в глазах, с молодецким задором в голосе и по-юношески активным образом жизни столько лет? Фиолета Николаевна Каляева с возрастом приобрела инвалидность, но не утратила желание жить, а главное – творить. Начала вышивать, то есть, как говорится, держит меня это, помогает мне жизнь, помогает мое лечение, помогает мне общение с людьми. Евгении Даниловне Плоскер сегодня исполнилось 87 – двойной праздник. Женщина с лучезарной улыбкой, активная жизненная позиция, которая не подвластна старости. Я всю жизнь прожила, пела, на гитаре играла и вышивала. Вызнать секрет молодости этих жизнерадостных людей нам вряд ли удастся. Хотя в сущности и нет никакого секрета. Просто с количеством прожитых лет каждый из них не утратил желание жить и быть необходимым людям. Нельзя все время ворчать, бурчать и чувствовать себя как бы ненужным человеком, а нужным. Вот когда ты нужен людям, когда ты общаешься с людьми, ты, во-первых, энергию хорошую только вбираешь, и значит, ты молодеешь. Я, наверное, люблю людей, люблю общество, люблю, когда у меня много друзей. У меня очень много друзей. Я все время в ходу, хоть с палочкой сижу, но я дома мало сижу. На праздники с поздравительным словом выступил настоятель Никольского храма поселения Валдарского, священник Сергий Свалов. Человек уважаемого возраста, это прежде всего человек, который знает, как правильно поступать в жизни. А именно вы являетесь тем основанием, тем фундаментом, на котором заложено все строительство нашей страны, нашего района. И вы можете передавать и передаете свой опыт подрастающему поколению. Люди уважительного возраста – это еще и самые благодарные зрители. Концерт, в котором приняли участие и ученики Видновской прогимназии, и народная артистка России Надежда Крыгина с ансамблем «Россия», слушали с огромным вниманием, подпевали. Вечер получился действительно душевный, теплый, добрый. Ничто на земле не проходит бессмертно, и юность душевшая все же бессмертно.